В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты, информационные службы и я Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите. Одесситы почтили память жертв Голодомора. Варварский способ сбивания лепнины ломом наблюдали в минувшее воскресенье одесситы. Одесские общественные активисты и местные жители в знак протеста против стихийной застройки побережья снесли забор у трассы здоровья. Заброшенная строительная площадка возле сквера Мечникова много лет перекрывает тротуар. Пешеходы вынуждены идти по проезжей части. День памяти жертв Голодомора – памятный день в Украине, который приходится на 4 субботу ноября. В этот день вся страна чтит память жертв одной из крупнейших национальных катастроф 20 века – Голодомора 1932-33 годов. Мероприятия, посвященные этой дате, прошли в Одессе. 23 ноября первые лица города и военные возложили цветы и композиции из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-33 годов на Литерцовском бульваре. Вечером того же дня несколько десятков одесситов собрались на Соборной площади, чтобы вспомнить о жертвах Голодомора. Участники ежегодной акции «Зажги свечу памяти» одесситы выложили у подножия Преображенского собора крест из лампадок, каждая из которых символизирует душу украинца, не пережившего Голодомор. Собравшиеся почтили память жертв минутой молчания, а представители духовенства провели панихиду. Напомним, в 1998 году указом президента Леонида Кучмы был установлен День памяти жертв Голодомора и политических репрессий. Официальное количество погибших, как считают украинские историки, 3,9 миллионов человек. Исследователи Голодомора 1932-1933 годов призывают демографов отказаться от учета официальных советских переписей населения при подсчете человеческих потерь. И считают значительно заниженной демографическую оценку жертв и настаивают, что количество жертв Голодомора в Украине составляет минимум 7 миллионов человек. Варварскую реставрацию дома памятника архитектуры по Александровскому проспекту 11 угол улицы Еврейской зафиксировали одесситы в минувшее воскресенье. 24 ноября социальные сети и информационные сайты всколыхнуло видео, на котором двое рабочих на крыше реставрируемого дома в буквальном смысле слова крошили ломами лепнину. Камни падали прямо на пешеходную зону и на металлический козырек над входом в музыкальную школу, в которой во время таких так называемых ремонтных работ проходили занятия. На месте так называемой реставрации побывала общественный активист Светлана Подпавая. И вот что она рассказала об увиденном в социальной сети Facebook. Первое, что возмутило общественницу, это отсутствие каких-либо подтверждающих знаков о том, что тут происходит. Натянута хлипкая ленточка, никаких табличек, надписей нет, люди ходят по тротуару, не обращая внимания на то, что происходит наверху. На углу стоит один рабочий и смотрит вверх. Вверху несколько других рабочих без страховки производят демонтаж элементов конька, важного элемента фасадного декора. Они скрылись, увидев видеокамеру. Также не по нормам установлен ограждающий забор. К тому же, несмотря на активные работы, в здании продолжает действовать детская музыкальная школа. Активистка подчеркнула небезопасность козырька над входом в школу. Он значительно короче, чем опасная зона на тротуаре. Светлана пишет, что на месте объекта также не удалось пообщаться с кем-нибудь из руководителей работ. Прорабом, инженером, никого не было. Кроме того, это происходило в выходной день. В таких случаях сразу возникает вопрос о наличии разрешительных документов. После визита активистов лепнину на крыше здания затянули сеткой. Здание, о котором идет речь, является памятником истории местного значения. Дом был сооружен в 1901 году по проекту художника-архитектора Владимира Афанасьевича Караповского и принадлежит Покровской церкви. 100 миллионов гривен пропали из городского бюджета Одессы. Генеральная прокуратура и служба безопасности Украины подозревают руководство мэрии в растрате. Начато уголовное производство проводятся обыски. По версии следствия, обнародованной на сайте Генеральной прокуратуры, чиновники городского совета, возможно, в сговоре с коммерческими структурами, могли присвоить 100 миллионов гривен во время погашения кредитной задолженности коммерческому банку. Так они искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право востребования долга у банка выкупила частная фирма. После этого предприятие, завысив сумму задолженности на 100 миллионов гривен, обратилась к мэрии с требованием ее погашения. Речь идет о погашении за счет городского бюджета задолженности по кредиту, взятому коммунальным предприятием теплооснабжения города Одесса в коммерческом банке «Надра». Когда банк обанкротился, долг в размере почти 200 миллионов гривен выкупила компания «Югкапитал». Всего за 84 миллиона. Тоже могла сделать и сама мэрия, но городская власть перечислила новому кредитору 194,5 миллиона. Согласие на сделку дала сессия городского совета 18 июля 2018 года. Таким образом, компания «Югкапитал» получила 112 бюджетных миллионов. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко сделал заявление. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко проведено несколько обшуков в Одесский міський рай, а также структурных подразделах Одесскої міської ради, а в одном из коммунальных предприятий, которые подпорядковываются в Одесский міський рай. Проблема была связана с тем, что был создан штучный сбор, за который чиновники одесский мер, предлагали распределиться одесситам, и сумма этого сбора складала больше 100 миллионов гривен. Цей сбор был штучный, как я сказал, и компании, которые выкупили сбор, он не афилиеван или повязан с чиновникой Мадейской мэрии. Уголовное производство введет в Государственное бюро расследований по части 5 статьи 191 «Присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет из конфискации имущества. Некоторым чиновникам мэрии уже сообщили о подозрении. Одесские общественные активисты и местные жители в знак протеста против стихийной застройки побережья снесли забор у трассы «Здоровье». Речь идет об участке территории бывшей лодочной станции на французском бульваре 1-5. Как оказалось, прогнозы сбываются. Еще неделю назад мы вам рассказывали и показывали о том, что в одесских СМИ появилась информация о том, что территорию бывшей лодочной станции участок земли площадью 68 соток, расположенный по адресу французский бульвар 1-5, ранее территория стадиона «Динамо», компания «Мегалайн» планирует застроить отелем или элитным жилым домом под видом комплекса апартаментов вместо проведения обещанной в свое время городскими чиновниками реконструкции лодочной станции. И вот в минувшую субботу активисты снесли забор, который, по их словам, появился неделю назад для того, чтобы огородить строительную площадку на этой территории. Активисты не хотят мириться с тем, что после завершения запланированного строительства пляж станет фактически частным и будет закрыт для горожан. Во время акции к общественникам вышел адвокат застройщика Варда Плюс. Он утверждал, что застройка законна, все процедуры соблюдены и объяснил, что забор поставили якобы для безопасности. Однако всем известно, что согласно водному кодексу нельзя строить ближе 100 метров от уреза воды. Кроме того, согласно закону, недавно подписанному президентом Украины, запрещено перекрывать проходы к морю. Тем временем участники акции демонтировали большую часть забора, а также заявили, что будут в суде защищать пляж от застройки. Уже во вторник, 26 ноября, состоится судебное заседание по иску одесских общественников. Они требуют признать стройку незаконной. Ходить во проезжей части вместо тротуара вынуждают одесситов чиновники мэрии и хозяин долгостроя на Молдаванке. Многолетние обращения в ЖКС положительного результата не дали. Позиция коммунальщиков свидетельствует о нежелании вникать в проблему. В начале Ольгиевского спуска возле сквера имени Мешникова уже 30 лет строится неизвестно что. Тротуар перекрыт забором. Обходить стройку приходится по дороге. Машины за угла не видно. И водители пешеходов тоже не видят. Взрослый человек еще подумает об опасности. А ребенок может выбежать прямо под колеса. Местные жители неоднократно жаловались портофранковский ЖКС. В отписках говорится, забор уберут, как только достроят объект. Сначала это был многоквартирный дом, потом торговый центр, а после снова дом. Пешеходам все равно, что именно собираются построить. Важна безопасность. Останно, ужасно. Ну а что сделаешь? Никто ничем не занимается. Очень удобно. Прямо нету слов. Обходим, бегаем с детьми туда-сюда через дороги. Опасно с детьми особенно ходить. Сколько еще лет бесполезный забор будет мешать пешеходам? У городской власти есть возможность заставить застройщика довести работу до конца. А если это в ближайшее время нереально, то перенести ограду глубже на территорию площадки. Проблема в том, что чиновник Одесской мэрии Одесситу не товарищ. Александр Виноградов, Юрий Шенкаренко, телекомпания «Круг». На улице Пироговской здание жилого дома памятник архитектуры годами разрушается из-за аварийной крыши. Коммунальщики игнорируют проблему. Мимо дома в Одессе, напоминающий готический замок по адресу Пироговская 13-3, возможно, и вы проезжали. Как и тысячи других одесситов и гостей города, которые ежедневно отправляются в путь. На работу, учебу или по делам. Не задавались ли вы вопросом, что это за причудливый дом такой? Посмотрев в интернете, поисковик выдает перечень организаций. Их немного. И, как оказалось, это в первую очередь жилой дом. Годы постройки – начало 20 века. И, к тому же, это выявленный памятник архитектуры и градостроительства местного значения. И памятник истории. Но каждый новый день жизни в нем, по словам жительницы Елены Ивановны, становится невыносимым и опасным. Ну, вот здесь вот парадная. На первом этаже находятся офисы. Ни СЭС, ни администрация не разрешает. Нет входов с одной парадной таких, как стоматология, косметология. И вообще не имеют права быть. Она, хозяйка, нарыла подвалы под домом. Все провалилось. Здесь на два метра провалилось. Вот трещины пошли везде, по всему дому. Также она рассказала, что соседка с первого этажа незаконно перевела свое жилое помещение в нежилое. Еще почти 20 лет назад. И все это время на многочисленные обращения Елены Ивановны в компетентные органы местного самоуправления так и зависла эта история в воздухе. А вдобавок к офисам и незаконная пристройка на придомовой территории. У нее было всего 52 квадратных метра. А сейчас у нее 186. С 80-го, что ли, она начала все это выделывать. Вот пристройка вот в кухне. Это Ранинина построила себе еще, захватила двор. Весь двор застроен. У нас двор был большой, красивый. Клумба была, ваза вот такая была. Все, в общем, как говорится, захвачено. Все это застроено, застроена санитарная зона между домами во дворе. И тут она построила. Я выхожу, стоят рабочие. Я говорю, не поняла, что это такое будет. Здесь, говорит, бар будет. Я говорю, как, у меня окна. А мы нам сказали их замуровать. А руководство уже не раз менялось. И внимание на проблему не обращают не только в прокуратуре, но и работники коммунального хозяйства, которые, по словам жительницы дома, на ее обращение присылали отписки, обманывая в том, что ремонтные работы проведены. Я просила ремонт крыши. Мне ответили, ремонт крыши, капитальный ремонт крыши произведен. Я попросила дать акт и смету. Мне ответили, частичный ремонт крыши выполнен. Я опять попросила ремонт акта и смету. Мне ответили, произведена пересыпка черепицы. Все. Это что такое? Не знаю. И именно благодаря, в кавычках, бездействию коммунальной службы Елену Ивановну обвинили в халатном обращении с водонапорными кранами. ЖКС выдал акт, на основании которого суд присудил 50 тысяч гривен штрафа. А ведь на самом деле вода с крыши во время осадков просто-напросто протекала через второй этаж на первый. Деньги заняла у подруги, а через время встретила сотрудницу ЖКС. Она мне говорит, Елена Ивановна, но этот ЖКС недействителен. Только я его подписала. Я ей об акте сказала. Все. А судья что? А судья получил хорошие деньги, она платит очень хорошо. Она даже, когда идет на заседание, проходит мимо, так раскрывала сумку и показывала. Кому обращаться и куда, одесситка уже не знает. Ведь по ее словам, беззаконию в Одессе нет предела. Но все же надеется, что хотя бы коммунальная служба выполнит свою работу, дабы остановить процесс разрушения дома. И душу в данном случае греет пока лишь печь. Так как Елена Ивановна не в силах не то, чтобы ремонт самостоятельно сделать. Средств не хватает даже на оплату отопления. В Одессе прошла торжественная церемония открытия памятника «Виноградная лоза», посвященного дружбе украинского и грузинского народов. 22 ноября в Одесском парке Горького состоялось торжественное открытие памятника в честь дружбы украинского и грузинского народов. Памятный знак в парке открыли в присутствии руководства Одесской облагосадминистрации, дипломатов, деятелей культуры и образования. «Виноградная лоза является лучшим памятным символом, который олицетворяет дружбу двух народов», сказал во время приветственной речи консул Грузии в Одессе Торника Биракашвили. Стоит отметить, что данный арт-объект открывали уже во второй раз. Так, первая попытка оказалась неудачной. Как заявил консул Грузии в Одессе Торника Биракашвили, открытие памятника планировалось еще в конце октября на праздновании Твилисобы. Но из-за непогоды его пришлось отложить. И вот в преддверии праздника Георгоба, Дня почитания памяти святого Георгия, покровителя и защитника Грузии, по словам консула Грузии, это удалось сделать. Мы открываем лозу и дарим ее Одессе. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информацию синоптиков о погоде. Я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 26 ноября в Одессе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1-3, градуса тепла днем 4-6, выше нуля.